Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики на телеканал, а с вами Мегакул, и мы продолжаем проходить Mass Effect. В предыдущей серии мы с вами выполняли дополнительные задания, и в этой серии, собственно, ничего не изменилось. Мы продолжаем этим заниматься, а точнее нам осталось выполнить одно, а потом мы с вами отправимся на одну из наших планет, которые нам нужно посетить. Но перед этим нам нужно закончить одну, буквально, штучку, которую мы с вами не доделали в прошлой серии. Точнее, приперлись выполнять задания на планету. Так, пусти меня. Смотри, какое наглое. Короче, мы с вами прилетели на эту планету для того, чтобы, скажем так, посетить уничтоженный корабль. Вот, поэтому сейчас мы с вами едем вот в эту вот сторону. Вот в эту вот сторону. Вот, и там мы с вами найдем как раз-таки нужную нам базу. Вот, а потом я вообще хочу пройтись по Нормандии и вообще осмотреть наш корабль, потому что я очень давненько там не был и не помню вообще, как это все выглядит. Ну, примерно, конечно, представляю, но не особо детально. Вон база. Значит, нужно будет... А вот я не помню, я отсюда попадаю, смотрю. Ну-ка, давайте прямо отсюда стрелять тогда. Как-то не понимаю, как он стреляет на самом деле. Бам. Попал. О, новый уровень дали. А, ну мне, правда, его дали еще в прошлой серии, просто там мы умерли чуть-чуть. Да, нас убили на этой же базе. На самом деле было тупо, потому что я так и не понял, как это произошло. Тихо. Почти ты у Мака сняли. Да я не понимаю, как стреляет просто пушка эта. Ну, так странно, реально. То есть, прицел вроде как на противнике, но при этом снаряд или что-то еще, оно летит как-то по-другому. То есть оно, по-моему, выше как-то летит. Так, привет. Бам. Как тебя разнести-то? Вот так вот он, вот это вот, вот это вот происходит. А он, типа, из-за того, что он ниже не может, он... Все. Победил. Мне не очень нравится битва на Маке, потому что он, на самом деле, не очень-то удобный. И очень странный в управлении, и очень странный в поведении... Так, над нейфом нажимать. И очень странный в стрельбе, то есть стрельба в нем какая-то странная, реально. То есть, получается, я нажимаю там вроде, да, вроде как прицел, но при этом... Вот если сейчас вот сюда прицел возьму, он выстрелит куда-то туда, прямо. Просто потому, что он ниже не может повернуть. Заходим в здание. Мы сразу прокачаемся. Так, снаряжение здесь сейчас тоже возьмем. Я не помню, у меня сохранялось. Так, а мне нету вообще... Могу дать, кстати говоря, Гарусу броню. Почему бы и нет? Я ему даже поставлю улучшение. А вот это вот мы с вами в унигель переработаем. Так, а тогда себе я могу поставить легкую броню человека, которая... Щиты 90. Давай щиты 90, да. Вот Оникс я уберу так Кайден. Кайдену ничего не остается. Это мы все перерабатываем. Штурмовок у нас с вами нет. Так, теперь прокачка самого меня. Че я хотел-то? Господи, усиление щита. Давайте стандартная броня, потому что у меня с этим большие проблемы достаточно. Так, Кайден. Кайдену мы, пожалуй, вкачаем на один стазис. И подъем. Пусть у него будет еще одна способность. А Гарус у нас возьмет вот это вот уничтожение. И давайте Турянский агент. Пусть у него немножко стата еще прибавится. Так, ну и, собственно говоря, пойдем. Выносить. Ну, а ну как выносить? Я вот сохранюсь. Потому что нас вынесли в прошлой серии. Причем достаточно тупо нас вынесли в прошлой серии. Убил? Убил. А меня точнее убили кроганы, которые на меня напали. Прям в упор подошел. Там у него дробовик поступил с него был. И я, короче, отъехал так. Вот вы посмотрите просто, как я отмираю. Я не понимаю. Я не помню. Такого помню не было даже вот, когда мы в первый раз с вами проходили игру. Ну тогда еще давно. Того, которого прохождения уже нет. Стасис, давай, пиши. Умри! Гарс отъехал. Смотрите, они просто отъезжают по очереди. Я не понимаю. Ты умереть можешь уже? Нет? Смотрите, как он жирный, а? Да, пошел отсюда. Так, щиты сто... А, не, у меня Кайден с Гарусом умерли, я понял. Так, ну тут сохранения не будет, наверное. О, нет. Тихо. Опа. Да в смысле мимо? Да в смысле? Я не понимаю, реально. Слушайте, у меня стоит средняя сложность боя. Какого черта я умираю так быстро? Окно загрузки у меня. Быстрое сохранение. Так, я не знаю, я в настройках, по-моему, даже на легкие уже поставил. Нормальный, ставь легкие, я не знаю, это твою мать. Невыносимо безумный, пошел в жопу со своим твоей мать. Я не знаю, это твою мать, я нырил просто. Они, причем, вот я вылезаю буквально, да, там на секунду просто из укрытия. Все, меня просто уничтожают сразу же, моментально. Я умираю просто, вообще. Если сложность боя заключается в том, насколько быстро я умираю, то, естественно, я меняю все это дело. Ну, отличий в том... А их и разницы, по-моему, вообще никакой нету. Смотрите, я просто опять, вот, у меня хп уже нету. Они, да, они, походу, быстро-быстрее умирают. Ну, твою мать, эээ... Не видели, что опять со мной было просто? Так как вы попадаете-то? Так, господи. На! А, ему похер, да? Ну, я умер, короче, опять. Так, я не знаю. Стазис. И чё мне с тобой делать? Как мне тебя убить-то? До свидания. Я, 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 я реально, я не представляю, почему я так быстро умираю. Почему все так быстро умирают? Это, конечно, зависит, естественно, от прокачки. То есть, ну, без этого никуда. Да, но, блин, ну не настолько же. Да удалби, далмани, ёпстин. Я, если не ошибаюсь, мне тут что-то дали. Чё мы дали-то? Пистолет. А, пистолет, который ДЦП, да, я смотрю? Гениальный пистолет просто. Вот я играл, да? Так, это мне не нужно ставить пистолета, да? Отряд, да? Я, конечно, помню, что я, по-моему, прокачал до хрена обучение спектра. Потому что мне там нужно было, если не ошибаюсь. То есть, ну, не нужно было, но обучение спектров на самом деле очень полезная тоже хрень. Я, походу, броню буду качать серьёзно, потому что я не представляю, не понимаю просто, каким образом я так быстро умираю. А почему все мои, блин, там, гарусы всякие, талии, они вообще тоже быстро умирают? Хотя, разница-то... Причём я даже не заметил никакой разницы между сложным и нормальным уровнем. Серьёзно. Так, новая винтовка, Кайден, это для тебя, походу. Вот, есть у неё улучшения какие-нибудь? Нет, у неё улучшений никаких. Так, на дробовик смысла тупо нет вставлять это, да? Так, это у нас что? Это снайперская винтовка. Это гарусу. Только тут точность. Не, урон, урон круче. Про там урону вообще-то не становится никакого, ну да ладно. Так, окей. А может ещё выжившие есть, не знаю. А-а, похоже нет. Судя по всему, выживших у нас с вами здесь нет. Ну, бери пока. Я, кстати, даже не понимаю, зачем я ношу с собой все автоматы, дробовики и снайперские винтовки вот на спине у Шепарда. Учитывая то, что я не умею имей пользоваться. Я же только пистолет, я же адепт. Это, кстати говоря, исправлено во второй-третьей части. Так, компьютерная консоль. Ну, естественно. Ну, дешифровка это если бы я был инженером. А, ну, да. Обнаружена аномалия. На борту великолепного вы нашли труп капитана Уильяма на руке. Он крепко сжимал небольшой модуль данных. Так, станция первой помощи. Поницелин немножко восстановим. Так, ну я так понимаю, что это у нас всё по заданию. Угу. А-а-а. Чё, чё? В башню царя сообщите Гарту о судьбе его брата. Ну да, мы сейчас с вами, короче, съездим. Съездим. Да, съездим. Это было достаточно забавное такое предложение. Слетаем в цитадель, сдадим эти два задания. И пойдём уже там на Ферс или куда мы там. Но сначала я, правда, хочу эту планету ещё доисследовать. У меня там какие-то аномалии ещё остались. Которые я не взял. Вот, на них мы тоже обязательно сходим. Ну, прямо сейчас вот мы съездим. Там они недалеко, в принципе. Карта, ну, небольшая. Планета. Так, быстро, короче, в маг, потому что здесь мы умираем. Эм, окей. Значит, нам больше не нужно. Давайте вот сюда, вот на эту аномалию. Вот, а потом быстренько на Нормандию, в цитадель, сдадим задание и, наверное... Эм, ну, потом посмотрим, как там по времени получится. Так, вот это какая-то херотень есть. На карте этого тоже нету. Ох ты! Такого я не ожидал. Слушайте, вот мне тут вот ваша ровная территория, серьёзно, она никогда не работала. Так, быстро. О, как я просто чувствую это. Обнаружен тяжёлый металл. Окей, отлично. Палладий, это у нас ещё плюс к... К вот этому заданию. Так, ну, мы едем. А мы едем. Так, где эта аномалия? Вон. Какая-то хрень есть, что там вот. Оу! Вау! Тихая! Ловушка геттов, ну, мать, выехерели? Ну, мать, я понял, да. Два тысячи после этого артефакта, да? Ну, окей. Был, конечно, ловушка, но мы справились. Так, окей. И сейчас по пути обратно, вот по этим двум аномалиям как раз. Мы вернёмся на Нормандию. Так, вот это чё такое? Но это я, по идее, не брал, потому что если я взял, то мне бы... Он бы, короче, в кружочке это было бы. Это, короче, я чё-то ещё нашёл. Ископаемое опять какой-то. Кобальт. Окей. Тяжёлый металл. Я, правда, не понимаю, почему найти полезное ископаемое это у нас... Именно взлом какой-то идёт, но окей. То есть взлом это взлом, это окей, но... Добыча руды, это странно. Так, ну это вроде не ловушка геттов, он тут даже. Какие-то панели стоят. Солнечные панели здесь? Гениально. Генератор. Находка. По всей именисти в лагере никого нет, генератор по-прежнему работает, но признаков обитателя не обнаружено. В компьютере упоминаются некоторые места, представляющие интерес. Окей. Так, ну обломки мы с вами не трогаем, потому что у нас... Уровень дешифровки маленький. Но там ещё... Ого. Но там ещё смысл в том, что у меня дешифровки, собственно говоря, и нету, потому что я не инженер, а адеп. Так, а что там по снаряжению, я не понял. Пистолет. Что? Ого. Так, окей, можно вообще поставить боеводоводатчик 2. Да? Или можно поставить крупнокалиберный ствол. Уровень обнаружения не очень меня интересует, на самом деле. Крупный так. Скорострельность поглощения. Так. Максимальная точность. Давайте боеводатчик поставим себе. Здесь фазные химические. Давайте урон ядам. Урон ядам лучше. Это переработаем. Так, ну и вот это тоже. Я почему всё перерабатываю? Потому что мне, в принципе, для даже каких-нибудь моих друзей, которым это нужно, а мне, в принципе-то, и ставить им смысла нету, потому что Кайден у меня всегда бегает, например, с штурмовой винтовкой. Вот. Поэтому я, собственно говоря, ему никогда ничего не ставлю. Ну и только ему. Так, сейчас ещё одна аномалия. Что-то стране. Ну, у нас там аномалия и руда в одном месте, да? Только мне что-то подсказывает, что аномалия снизу, а руда сверху. А, нет, смотри. Вот это аномалия, вот это вот местонахождение иридия. Кстати, иридий дофига редкий. Именно во второй части, поверьте мне, будем очень долго его искать. Очень много. Тяжелый металл. Так, и сейчас быстро-быстро, потому что я тут умираю, опять-таки, да? Труп. Гениально. Находка. Похоже, что перед тем, как он умер или был убит, этот человек пытался отметить местонахождение полезных ископаемых. Месторождение. Окей, садимся. Возвращаемся на Нормандию, потому что смысла здесь нам оставаться больше нет. И сейчас в цитадель. В цитадель. Там сдадим два задания. Надеюсь, что других мы там много не найдем. У нас получается, смотрите, у нас получается вот это задание, вот это задание, вот это задание, вот это задание, и вот это задание. Это, короче, ну, собирательное задание, которое, в принципе, мы с вами сможем выполнить только, ну, то есть, если мы просто будем их фокусить, то, естественно, мы их быстро выполним. Но я не вижу смысла в том, чтобы их фокусить. Так, нам, значит, нужно куда? Нам нужна цитадель. Ну, вдова, цитадель, да, там просто цитадель тупо. Там просто еще такая система, что помимо цитадели там больше ничего нету. Давай, давай, давай. Вот, я надеюсь, что мне, естественно, дам вознаграждение дадут. Не, ну, по одному заданию мне дадут хотя бы опыт. Вот сейчас я даже могу объяснить, почему очень важен опыт. Опыт просто дохрена важен по одной простой причине. Опыт будет влиять на то, какая прокачка у меня будет в следующей вообще, во второй части, в третьей части. То есть, по мере того, как мы прокачиваемся, это... Ой, не туда. Это все пойдет у нас на следующие части игры. Вот, поэтому я уже давно, как бы, ну, понял, что все-таки, как бы, прокачиваться очень важно. И даже какие-то малейшие куски опыта их реально нужно цеплять. Так, ну, а мы с вами валим. Только, по-моему, не сюда. По-моему, там, я не помню просто куда реально. Или сюда. Нет, здесь мы сейчас спустимся с вами в ангар, и там у нас будут, по-моему, все члены этой команды. Ну, там можно поговорить с Гарусом. Со всякими. Да-да-да-да, это оно, не, короче, нам не сюда. Я, вот, сейчас буду выход искать. А выход, вот, короче, транспортно-отсек. Лифт, шкафчики отряда. О, Тэшли, Рекс, Гарус, Тали. Вот, ну, не сюда, это точно. Там-то, что нам не туда. Так, где выход? Я... По-моему, где-то здесь. Вот в эту сторону. Так, это медотсек, но это, по-моему, тоже не то. Да, это, по-моему, вообще просто здесь. Тут, по-идее... Так, это изучаем. Здесь вообще... Или не здесь? Господи, я говорю, я так давно не бегал по Нормандии, что вообще... Кайден, давайте с Кайденом потом поговорим. Не, это я буду делать, наверное, потом, потому что мне... Так, шкафчик Шепард. А что в моем шкафчике делает то, о чем я не знаю? Так, запас паницелина, который мне приспал. Так, Чаклос тоже особо не интересует меня. Врач. Что там взял-то, господи? Эм, мне что-то... А, вот, отвисло, что-то зависло, игра немножко. Так, что я там набрал-то? Штурмовые винтовки? Ну, вот это вот я, наверное, еще кому-нибудь и дам, но... Это надо перерабатывать. Так, ну, с Капу... Не, у Гаруса лучше. Так, и того, куда идти-то, господи? Значит, нам вообще не вниз. Я, блин, буду искать выход, что ли, сейчас еще три часа, да? Во, мост, вот, короче, вот. Господи, шлюз, все, я нашел. Можно с Джокером поговорить. Ну, это мы с вами потом будем делать, потому что пока меня интересует... Так, ну, это пока не важно, можно брать кого угодно, в принципе. Но давайте тогда, чтобы кого-то прокачать, мы возьмем Рекса и Эшли. Потому что мне... Я их просто давно не брал, и мне нужно прокачать им способности. Как раз сейчас в отряд зайдем, прокачаем их немножко. Вон, ну, Эшли аж два уровня поднялась. Так, ей можно сделать дробовики, но, в принципе, нет. Нет, она у меня будет со штурмовой винтовкой бегать. Боевая броня. Первая помощь. Давай-ка ей первую помощь откроем. Так, вот, одну еще вкачаем. Вот, и солдата. Так, а Рексу? У него два. Давайте ему прям дробовики еще, да, мощнее. И Кроган-воитель. Так, ну себе, я, естественно, ничего не могу сделать, да. Выпусти меня. Так, это можно изучать, короче, мне просто так за это будут давать опыт. Это очень продуктивно. Хотя там не особо много опыта-то и дают. Ну, на самом деле, смысл только в том, что мне его дают, а все остальное вообще не важно. Ну, такие вот еще интересные диалоги бывают между персонажами. И там, по-моему, это очень даже влияет на то, кого я возьму. То есть, допустим, если бы я сейчас не взял Рекса, то, может быть, этого разговора-то и не было бы, да. Так, значит, нам нужно найти людей, которым мы... Ну, по-моему, один точно мне нужно будет сейчас в башню. К одному мне точно нужно будет в башню, а вот ко второму я не помню. С БЦМ... Так, давайте, значит, куда я точно знаю, что я уверен, это Президиум и башня Цитадели. Вот, а потом посмотрим. Там, по-моему, жилые сектора, и вот где-то там. Или оба здесь. Я вот... По-моему, да, оба здесь. Вот, я вот тоже думаю, что что-то не могу как-то вспомнить, что они оба в башне Цитадели. Всё просто. Альянс Бекон использовал как бейт. Моя университет выстрелилась. И никто не знает ничего о ней. Командер, я обращаю, что ты сделал. Теперь я должен сделать мою часть. А семьи этих маринеров должны знать, почему они умерли. Ничего, что ты нуждешь от меня? Не сейчас, Шепард, но я расскажу, как я узнаю, что я узнаю. Спасибо. Ну, вот и новый уровень как раз-таки пришёл к нам, да? Так, кодекс. Давайте сейчас ещё второй раздадим. Ну, второй уровень мне вряд ли ещё дадут. Это уже как-то слишком жирно будет для меня. Хотя, кто знает. Там, в принципе, немного уровня, чтобы прокачать один уровень. Альянс Бекон. Пожалуйста, извините меня. Я должен идти и сделать арранжменты для его фунерал. Потому что, смотрите, тут... Хочу вот это вот египство вкачать очень сильно. Очень полезная просто способность. Оно, короче, оживляет погибших членов отряда с 15% здоровья и 40% щитов. То есть, это просто вообще легендарный скилл какой-то. Эшли можно солдата дамаксить, в принципе, да? И его подготовку давайте сделаем. Так, а Рексу? Ну, так, чтобы что-то новое открыть, в принципе, ничего особого нет. Давайте ему дробовики тогда. И даже не знаю. Деформация это моя. Тема, барьер. Ну, а барьер. Будешь танком. Ну, так танк. Чё ему. Так, на Нормандию там надо только через... Экспресс и так далее. Всё. Новый СБЦ. Осталось нам только выполнить наши сюжетные задания. Когда мы пойдём на сюжетные, мы, наверное, найдём какие-нибудь ещё дополнительные, которые мы тоже с вами будем выполнять. Вот. Но в следующей серии мы с вами пойдём искать Ля Руд Сони. Которая присоединится к нам ещё. Как член отряда. Сегодня Эмилии Уанг инвестирует коррупцию на Ситаделле. И откроет полноценный крим-синдикат. Она раскрывает. Ну, так сказать, я говорю, очень круто было. То, что... Вот я взял, рассказал от репортерши про то, что вот... Этот... Фист. Ну, там, нашёл на неё компромат, да? И вот теперь в новостях об этом говорят. Это очень круто просто. Прям вообще. Сейчас давайте с вами пробежимся по Нормандии. И посмотрим, что там да как. Потому что... Ну, там... Лабиринты просто. И я хочу ещё поговорить с каждым членом отряда. Узнать их поближе. Это, собственно говоря, сейчас мы этим займёмся. Потому что... Пока их немного. Ну, как немного. Пять штук. Даже... Раз, два, два, пять штук. Ну, первая часть, на самом деле, самая маленькая часть по количеству союзников, короче. Круто, чё. Так, ну и давайте побегаем. Значит, пойдём с вами сразу к Кайдену, который тут вот не близко. Не близко, недалеко. Кайден тут снизу будет. Вот, там к лифту. И вот этот ангар. В ангаре у нас вообще все. Ну, кроме Кайдена. Кайден почему-то здесь тусуется. Кайден. Чё-то какой-то неразговорчивый. Кстати, говоря, так ещё я не придумал, с кем я буду... Шиши водить всякие. Потому что, если... Играет за мужика... То Эшли. Ну. Типа. Ну, тут, правда, это и так можно. Но я не хочу так. Так неинтересно. В этом вся проблема. Вообще вся. Рекс! Рекс! Это было весело. Я слышал об этом. Знаешь, они почти все делают то же самое для нас. Это не то же самое. Это выглядит почти так же самое для меня. Так что, твои люди были инфекцины с генетическим мутацией? Рекс. 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 Эшли у меня бегает с крутой, будет бегать с крутой винтовкой Прям для неё я чувствую Так, это унигиль сразу же Квоган, блин, надо вкачать На самом деле ему уже тяжёлую броню, а то чё он бегает Какого лох Да, для снайперки я не могу ему что поставить Ты думаешь, что мы смогли спасать остальное университет? Да, мэм Если я был более alert, мы не смогли убрать Мы никогда не тренировались к борьбе с синтетиками Гетты не прошли в трех годах Наши тренировки должны сделать нас способствовать адаптироваться Я уверен, что это не случится снова У тебя есть несколько минут, чтобы поговорить? Один-один-один? Извините, командир Я требую отверстия моего дюйма Я не могу говорить больше, но позже Почему никто не хочет со мной разговаривать? Почему? Гарус, может ты разговариваешь со мной? Разговариваешь, поговоришь Я знал, что работать с СПЕКТРом Было лучше, чем жизнь в СИСЕК Ты работал с СПЕКТРом раньше? Ну, нет, но я знаю, что они как СПЕКТРы делают свои собственные правила Ты свободен, чтобы обеспечить свои правила В СИСЕК ты уброшен по правилам Тебя бюрократы всегда на твоих сторонах Для большинства, правила есть для того, чтобы СПЕКТРы есть для того, чтобы Может быть Но иногда это ощущается, что правила СПЕКТРы только в том, чтобы остановить меня СПЕКТРы есть для того, чтобы они делали СПЕКТРы есть для того, чтобы они делали Ну вот, более-менее Купить новое снаряжение Купить новое снаряжение Почему я должен платить тебе СМЕХ ВЕПОНИИ и АРМОР? Моя вещь не приходит от АЛЛИАНС Я должен покупать это себе И это не дешево Вдруг, личенцы только У меня меня обратили больше, чем я бы хотел Но нет личенцев, нет бюрократов Без бюрократов Я не знаю, что у вас есть Без бюрократов Без бюрократов Тяжелая броня А стоимость какая? Слушай, ты не охренел там с членом? Чувак, тебе нормально, очень, Кеслер? Вот у меня вот это Он упругает вот это Нет, спасибо Дробовики, снайперская, винтовка Легко броня, человек Ну, вот это можно А, нет, нихера не можно Я не куплю, мне не хватит Ну, короче, мне не хватает на его На его эти товары, которые Я не знаю, но он что-то как-то такую цену берет Можешь мне Скидку вкачать, даже не знаю ТАЛИ 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 ТАДА ТААЛИ Некоторые из моих крупных кораблей датят до того, как и до нашей оригинальной лети от Ген. Я не могу верить, что твоя корабля еще использует корабли, которые уже три годы лет назад. Они постоянно будут репарированы, модифированы и оборудованы. Они не красивые, но они работают. В основном. Мы пытаемся сделать себя как раздепленными на флотиле. Работать нашу еду, минать и процессить нашу еду. Но некоторые вещи мы просто не можем сделать на самом деле. А патч, чтобы сохранить целую интегральность, требует ровных материалов, которые мы просто не имеем. Это почему наши пилограммы очень важны. Скажи мне о твоих людей. Наши жизни не легко. Результаты не мягкие, и мы постоянно на движении. Все, что мы делаем, должно быть в какой-то момент принадлежать к продолжению миграции. Есть 17 миллионов квариантов в флотиле, и каждый из нас оборудовывает на других для успеха. Результаты между моими людьми очень сильны. Из-за того, мы должны уничтожить многих свободных свободных и свободных свободных, которые другие специи берут в оборудовании. Какие свободные свободы? Ну, это легально для родителей иметь больше, чем один ребенок. Продолжение следует... Это вашей стране. Продолжение следует... Продолжение следует... В следующей серии мы с вами пойдем искать Ля Роту Сони по нашему основному квесту. Ну а если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, и мы с вами увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч!